Сбор национальной команды В ходе беседы Васильев, являющийся по совместительству руководителем Роккомитета Чемпионата Европы, подчеркнул значимость турнира с точки зрения создания соответствующего имиджа республики в России и за рубежом. В этой связи победы дагестанских борцов на ковре станут залогом будущих международных контактов, в том числе и в деловой сфере. Мы подготовили условия и будем их совершать. Хорошая арена, она будет работать, и вы наверняка ее оцените, и ковер оцените. И все это останется потом и будет использоваться вами, вашими последователями. Но что очень важно и что от вас очень многое зависит. Дагестан всегда славился в добром отношении к гостям. Это тоже важно. Если вы будете демонстрировать свойство народного Дагестана, это будет очень важно, чтобы люди, приехавшие сюда, кроме всего прочего, повезли еще такое впечатление. В Дагестане, во-первых, спокойно, в Дагестане хорошая атмосфера, в Дагестане очень доброжелательные люди, которым хочется, и хочется еще и еще ездить в гости. Республика красивая, мы постараемся создать все условия для гостей, я не скрою. Я вас прошу еще почему-то. Потому что вы сегодня создаете инвестиции. Первый европейского уровня в чемпионате у вас. Не знаю, замечаете вы или нет, но я думаю, старшие это хорошо замечают, а весь бизнес, с которыми я встречаюсь, очень сильно замечают. Есть некое предубеждение, есть мифы и легенды о Дагестане. Понимаете? Пяти, синие, десяти летние дагестаны. И вы говорите, ну как так можно? Вот так можно. И вот то, что будет показывать и демонстрирует чемпионат, это будет развиваться на весь метро. Самый старший среди собравшихся, первый олимпийский чемпион Северного Кавказа Даголав Абдулбеков своим искрометным юмором, в буквальном смысле слова, разрядил официальную обстановку. Легендарный спортсмен дал ценные советы, касающиеся особенности психологической подготовки к соревнованиям, а также пожелал ребятам выступить достойно. Спорт большой, это мужество и благородство, представляете, да? Ну, мужества хватает, раз же боксер, единоборец вышел, без мужества не выйдет человек. Но Владимир Владимирович сказал Путин, благородство и мужество больших людей. Вот благородство у нас должно быть в Кавказе, в Дагестане больше, чем всех, несмотря на несправедливости. Они везде есть в мире были, со времен Геракла были они. От имени борцов с ответными словами благодарности выступил капитан команды Абдул-Рашид Садулаев. Мы предполагаем, Всевышний располагает, и это один из самых лучших результатов за последнее время вообще в истории полной борьбы. И то, что от нас зависит, мы постараемся сделать все возможное, оправдать ваши надежды, надежды наших земляков и, конечно, болельщиков. И вам хотим пожелать претворного здоровья и терпения в вашей нелегкой работе. Завершая встречу, Владимир Васильев выразил уверенность, что все для команды сложится наилучшим образом, когда удача будет на их стороне. Ее глава республики и пожелал атлетам. Я бы вам добавил только одна удача. В самом деле, если мужество, благородно сопутствует удача, все будет здорово. После ухода официальных лиц мы побеседовали с представителями тренерского штаба сборной и будущими участниками чемпионата Европы. Руслан Макалович, вот вы только что вернулись со сбора в Сочи. Как, на ваш взгляд, подходит процесс подготовки и в каком состоянии сборная подходит к домашнему чемпионату Европы, который так ждут наши зрители? Вот, только прилетели и хочу сказать, что хорошие сборы провели. Было три сбора. Жалко, что вот такая ситуация получилась с Кубка мира. Готовились на Кубок мира, ребята. Основная команда проходила такую немножко функциональную готовность. Были и качка, и схваточные дни бывали, но сейчас последний сбор будет, и там уже будем делать спарринги, и ближе к старту будут короткие тренировки, интенсивные, и будем как бы так подводить ребят более хорошие функциональные готовности, и технические, и тактические. И последний вопрос. Вот вы ближе всего к команде, то есть вы обладаете полной информацией. На ваш взгляд, сколько золотых медалей нам ожидать от этого чемпионата? Ну, это неправильно будет как-то загадывать. Я, конечно же, как тренер сборной, как человек, который в этой команде с этими ребятами когда-то боролся, тоже хочу, чтобы все ребята стали чемпионами, золотыми призерами. И я уверен, что у каждого у них есть эта возможность, есть потенциал. Поэтому хочу пожелать им удачи и всем болельщикам прийти и поддержать нашу команду, сборную команды России. Спасибо большое, и вам удачи. Павел Мурат, в последних твоих турнирах, в которых ты принимал участие, ты проявил себя молодцом, продемонстрировав высокий уровень готовности и одержав победы. Готовы ли повторить успех, который у тебя уже был на чемпионате Европы в 2016 году, ведь республика именно на тебя рассчитывает особенно? Конечно, готовы. Тем более, проходит чемпионат Европы на Каспийске. Уже мотивация и дома уже болельщики, все уже настроены по-другому, все. Конечно, хочется выиграть у себя дома. А как вообще чувствуешь себя, в каком состоянии сейчас находишься, в каком состоянии физической формы? На пике? Мы уже сейчас боролись в Болгарии на турнире. После турнира потихоньку восстанавливаемся сейчас. И потихоньку уже тренируемся, приходим к себе, набираем потихоньку формы. У нас еще будет 15-го сбора. Уже на этих сборах будет каждый день свадки, ковер, свадки, ковер. И я думаю, до Европы еще наберем хорошую форму. Когда планируешь переходить в олимпийскую категорию, чтобы в итоге выступать уже в том весе, в котором, возможно, ты будешь принимать участие на Олимпиаде в Токио? Ну, я в прошлом году еще один, на Мире вторым стал. У меня, конечно, в голове выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира в этом году, иншаллах. И потом буду в дальнейшем еще думать, переходить в 65-м. Спасибо большое и удачи тебе на настоящем чемпионате. Абду Рошид, как настроение в преддверии исторического для Дагестана чемпионата Европы? Настроение, конечно, праздничное, так как чемпионат Европы для нас, Дагестанцы, это большой праздник. Это впервые такого масштабного мероприятия у нас проходит. И мы должны перед своими земляками выступить достойно и взять золотые медали. Борцы отдохнут дома в течение недели и ближе к середине месяца отправятся в подмосковный Новогорск, сбор в котором станет финальным этапом подготовки к европейскому первенству. Вячеслав Абдусаламов, Ариб Ибрагимов, специально для Федерации спортивной борьбы России.